Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале с готовыми схемами заработка 100 секретов.рф Какая разница, какова идея заработка, насколько она безумна, если она приносит отличный доход? Очевидно, что безумные идеи заработка могут существовать только в безумном мире. И сегодня мы посмотрим не только конкретные примеры, как вы можете заработать без вложений. Сегодня мы разберем сами причины, почему возникают такие идеи, способы и как это работает, чтобы понимать немножко больше и глубже. Итак, посмотрите на вот такой вот замечательный фужер. Накануне новогодние праздники, а потом будут другие праздники, 8 марта, потом будут еще праздники, еще праздники. Так вот, на различных маркетплейсах вот такие вот композиции стоят от 500 рублей. Фужер, наполненный сосновыми шишками, покрашенными или покрытыми цветной фольгой, стоит 500 рублей. Причем 100 рублей это цена фужера, а 400 рублей это сами шишки. Почему так происходит? Почему такие товары активно покупают? А то, что их активно покупают, вы можете убедиться сами на сайте или экспресс, на маркетплейсах, на озоне, на вайлдберрис. Да, люди покупают подобные товары, которые можно сказать, что сделаны из мусора. 20 лет назад, если бы вам сказали, что можно продавать сосновые шишки, крашенные, вы бы улыбнулись или посмеялись. Но сейчас это реальность. Так вот, на отходах можно заработать вполне взрослые деньги. Посмотрите, сейчас я нахожусь на сайте Реа Новости. Ученые предлагают хранить углекислоту на дне океана. Идея такая, что сейчас планета полна парниковыми газами, которые образуются от коров, от животноводства, от машин. В итоге нужно сворачивать промышленность, снижать сельское хозяйство, убирать фермы, убирать животных, делать искусственное мясо. И нужно куда-то убирать углекислый газ. И самая отличная идея, которую, внимание, предлагают ученые, это собирать углекислый газ в бочки и эти бочки отправлять на дно моря. Это не идея каких-то отдельно взятых ученых. Это то, о чем говорят ученые Китая, Норвегии, российские ученые, американские. Да, вот такая вот идея хранить углекислый газ на дне океана. Да, ничего, что углекислый газ содержит кислород в своем составе. И убирая углекислый газ, мы убираем кислород из атмосферы навсегда. То же самое, что 20 лет назад эта идея вызвала бы у человека просто, ну не знаю, какой-то смех, непонимание, изумление. Потому что дети уже первого класса, второго класса знали, что для того, чтобы убрать углекислый газ, нужно посадить дерево. Даже в помещении, чтобы меньше углекислого газа было, нужно посадить растение. Но сейчас люди думают иначе. Сейчас мы этот углекислый газ будем собирать и отправлять его на дно океана. Так вот, друзья, для чего я все это рассказываю? Несмотря на то, что сейчас ученые во всем мире не знают, куда деть углекислый газ, в мире массово исчезают деревья. И даже обычные деревья, которые, ну в общем-то, 50 лет назад были как сорняки. Они росли везде, они не нуждались в каком-то обслуживании, в специальном выращивании. И эти деревья могут расти самостоятельно. Сейчас эти деревья уничтожаются часто без определенных причин. То есть, причины-то есть, конечно, но причины надуманные. Леса вырубаются и деревьев становится меньше. Так вот, такой ресурс, как сосновая шишка, уже стоит определенные деньги. То есть, есть определенная сумма, сумма ресурса. Это не просто какой-то единичный случай, когда вот кто-то продавать решил шишки. Это конкретная фиксированная цена. То есть, набрав мешок шишек, вы можете гарантированно сдать эти шишки по определенной цене. То же самое, что, допустим, бомжи собирают бутылки, и они могут бутылку сдать за 2 рубля. Или там за рубль. Но это фиксированная цена. Это ресурс, ниже которого уже будет стоимость того, из чего он состоит. Конечно, шишки не дрова, но они идут активно для декора. Если вы посмотрите подобные объявления, шишечка 5 рублей, шишечка 5 рублей. Вот маленькие по 2, большие по 5. Как лягушки из известного анекдота. А вот сайт Агросервер, где поставщики обмениваются информацией. Закупаем сосновую шишку, заключаем предварительные договора, возможен вывоз. И есть фиксированная цена. Мы можем посмотреть шишки 200 рублей, 320 рублей, килограмм. Цена договорная, 150 рублей, килограмм. Это цена, по которой шишки продают. А ниже идет информация о закупе. Сосновая шишка, закупаем, куплю, куплю. То есть, огромное количество объявлений. Если вы имеете подобный, так скажем, подобный мусор, у вас есть мешок шишек, заготовленный с лета, вы можете неплохо заработать перед Новым годом. Итак, друзья. Делают настойки, варят варенье, продают на маркетплейсах, таких как Алиэкспресс, Озон, Вайлдберрис. И, конечно же, делают готовые композиции. Пожалуй, это конечный этап в круговорете вот таких вот шишек. То есть, мы видим, например, что из них делают инсталляции. И если летом покупная цена на мешок шишек в Москве составляла 1500 рублей, то есть, вы могли взять мешок шишек, набрать и за 1500 продать его, то осенью сосновые шишки покрашены, разумеется, продаются по 700 рублей за килограмм. По 700 рублей за килограмм. Конечно, доставка здесь включена. Но еще бы, цена шишек выше, чем цена, например, мяса или сыра среднего качества. Так вот, шишки стоят уже дороже, чем пищевые продукты в канун Нового года. Это обычные крашеные шишки. Это сайт Агросервер. Здесь абсолютно реальная информация. То есть, вы можете сами найти, перейти по этой ссылке, посмотреть все, что необходимо. Их используют и в лечебных целях, и самое главное, эти шишки идут на инсталляции, о которых мы с вами говорили. 700 рублей за килограмм. И для тех, кто занимается майнингом, криптовалютами, биржами, кто покупает акции, чтобы через полгода с радостью перепродать их за 15% и заработать 30% годовых для всех этих людей, я показываю вот эту информацию. Можете купить шишки летом за полторы тысячи мешок, а зимой продать их по 700 рублей за килограмм. Сколько процентов, считайте сами. Ну, смотря сколько килограмм в вашем мешке. Попрошу не относиться строго, поставить лайк за это видео. Тогда вы узнаете самые интересные и главные рабочие способы заработка. Чем хороший этот способ? Тем, что он доступен каждому лес. Пока есть, ну, рядом с любым крупным городом. Сосны у нас пока растут, пока их не вырубили. Возможно, через 50 лет, когда у нас не останется деревьев, в ходе борьбы за чистоту воздуха деревьев не будет, шишка будет стоить как какая-нибудь реликвия. Кто знал 20 лет назад, что шишка будет стоить 5 рублей? Кто знал, что килограмм шишек будет стоить 700 рублей? Никто не мог знать, никто не мог предвидеть это. Возможно, скоро введут налоги, какие-то патенты на сбор шишек. То есть, шишки можно будет собирать только имея специальную лицензию. И продавать их просто так нельзя. Но пока времена Дикого Запада, как в Калифорнии, когда нашли золото, все желающие могли купить лопату, поехать, выбрать участок и откопать свою золотую жилу. Вот то же самое происходит сейчас на рынке шишек. Так скажем, на фоне исчезновения деревьев мы узнаем то, что предметы этих самых деревьев, кора, шишки, они могут иметь очень большую стоимость. А когда деревьев на планете не останется, возможно, из старых наборов люди будут извлекать, отмывать от фольги, от краски шишки и каким-то образом их использовать. На этом все, друзья. Желаю вам не просто хорошего и большого заработка. Желаю вам, чтобы ваш заработок был по душе и давался вам легко. Чтобы вы находили вот такие вот легкие идеи и могли их воплощать в жизнь. И, конечно же, зарабатывает тот, кто что-то делает. Можно смотреть один, второй, третий способ. Но если вы возьмете и попробуете, вы увидите, что даже такой простой способ реально работает. Поэтому вы можете сегодня купить вот такой вот стакан, купить шишки, сделать декор. И если даже вы их не продадите, вы порадуете друзей, знакомых. Или кому-то сделаете приятный подарок в Новый год или Рождество. Спасибо за внимание. До встречи в наших новых обзорах. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал 100секретов.рф Субтитры создавал DimaTorzok